всем привет дорогие друзья давайте с вами сегодня выясним почему произведение двух отрицательных чисел дает как результат положительное число и я не знаю как для вас но для меня это далеко не очевидно и так давайте с вами подключение на геометрии как мы до этого делали в предыдущих видео и представим что у нас есть точка отсчета это 0 и скажем отрезок равный трем то есть от 0 до 3 мы с вами уходим вправо и такой же самый длинный отрезок мы с вами можем начертить если уходим влево то есть у нас есть будет с вами результат равен минус 3 когда-то в древности возникла необходимость различать положительные отрицательные значения ну это просто можно сравнить экономически с владением мы финансовым либо материальным ресурсом и скажем если мы берем займы то мы не владеем де-факто мы как бы обещаем дальнейшем расплатиться расквитаться то есть эти банальные простые вопросы которые возникли в том числе и во время передвижения по млечному по шелковому пути личным личным путем руководствовались когда передвигались тогда не было ночного освещения возникли как бытовая необходимость и процесс которым мы используем который мы пользуемся с вами это умножение на отрицательную единицу для того чтобы составить связь между владением и скажем кредитом и так простая операция 3 умножить на минус 1 приводит к тому что мы как бы имея 3 рубля 3 доллара 3 евро как хотите называть превращаем это в долг то есть результат становится равным минус 3 что происходит геометрически геометрический мы эту тройку превращаем минус тройку то есть происходит зеркальное отображение и мы перекидываем тройку и превращаем ее в минус тройку давай теперь задумываемся а что будет если мы минус тройку отобразим на точке отчета то она должна тогда будет превратиться в тройку верно то есть если умножение на минус единицу переворачивает наше положение по отношению к точке отчета то если мы это сделаем дважды мы теоретически должны вернуться туда где мы это все начинали правильно давайте посмотрим то есть это разумно но минус тройку мы с вами можем расписать таким образом все верно то есть вместо этой минус тройки я расписываю 3 умножить на минус 1 и умножить еще раз на минус 1 это это минус единица и результат должен быть равен трем то есть это исходит из логики которые мы с вами подключили который руководствуется тем что умножение на минус 1 дает зеркальное отображение касаемо точки отчета касаемо нуля соответственно это выражение должно быть равно единица на которую мы с вами можем умножить тройку справа потому что слева у нас уже есть с вами тройки правильно то мы делаем вывод что единственное условие при котором мы можем спасти данную логику если произведение минус 1 и минус того будет давать плюс 1 вот принципе и все то есть все остальные это я сказал я использовал и на правильное слово спасение то есть мы спасаем эту логику на самом деле так ли это на самом деле мы не знаем то есть есть какие-то другие еще причины или условия по которым можно было бы это как-то обосновать но вы видите математика постоянно эволюционирует если бы их не было там наверно уже изменили правила игры а мы этого не сделали то есть банально минус 2 умножить на минус 5 это 10 именно потому что минус 2 можно расписать как мин как минус 1 может на 2 примеру минус 5 как минус 1 может на 5 затем мы можем использовать перестановочный закон произведения нарисовать минус 1 умножить на минус 1 и добавить 2 и 5 это дает нам плюс 1 а 2 и 5 дает 10 и в сумме мы получаем с вами 10 вот так это все работает спасибо за внимание и до следующей встречи вскоре